Возникновение подъемной силы у самолетного крыла можно продемонстрировать при помощи следующей установки. У нас имеется воздуходувка, от которой сжатый воздух через тонкий шланг подается на сопло. Это сопло направляет поток воздуха под разными углами на модель крыла, выполненную из прозрачной пластмассы. Внутри этой модели имеется маленький U-образный манометр, который может показывать разность давления между верхней и нижней поверхностями крыла. Включим воздуходувку. Мы наблюдаем возникновение разности давлений между левым и правым коленами. Причем давление вблизи выпуклое, обычно это верхняя поверхность крыла ниже, чем давление на нижней поверхности крыла. И таким образом подъемная сила направлена снизу вверх. Величина подъемной силы зависит от угла атаки, то есть от направления набегающего потока воздуха. При некотором угле атаки она достигает максимума и при его превышении резко падает. Таким образом имеется оптимальный угол атаки, при котором подъемная сила максимальна. Продолжение следует...